Сегодняшняя тема передачи – это оценка взаимоотношений. Сергей Филинов – пастор, религовед, кандидат наук, преподаватель, коуч. Автор учебных курсов, программ и тренингов. Автор и популяризатор церемонии «Истинная любовь ждёт». Консультант по программе предбрачной подготовки. Женат, воспитывает трёх дочерей. Насколько пара, развивая отношения, готов в определённый момент взять и поговорить откровенно о такой сфере, как мы будем взаимодействовать в плане прикасаний, поцелуев, в плане физического контакта. Я думаю, что это настоящий вызов. И те, которые могут действительно проговаривать, устанавливают какие-то правила для себя, они действительно имеют преимущество. Это действительно показатель того, что они могут иметь крепкие отношения, могут достигать согласия. Поэтому обратите внимание, как в этих сферах, которые мы сейчас перечислили, духовное, социальное, психологическое, эмоциональное и физиологическое. Действительно, какие-то критерии, может быть, вы сами для себя даже определите в этих областях. Скажете, что они для вас важны, чтобы вот это присутствовало. И по этим критериям оценить. Но здесь есть еще один важный момент, который я хотел бы подчеркнуть. Когда мы говорим об оценке отношений, очень важно понять, что речь идет, что вы оцениваете именно отношения. Очень легко в этом случае взять и свалиться в то, что вы оцениваете другого человека. Но в каком смысле? Это всегда легко взять и осудить другого и сказать, а вот у него такие-то недостатки. Вот здесь он не дотягивает, вот здесь он что-то должен сделать, но не делает. Но смотрите, ведь речь идет о ваших общих отношениях. И я думаю, что очень важно в этом случае действительно увидеть, что оценивается не только сам человек другой. Это легко, как я уже сказал, заметить недостатки другого. Но обратите внимание, а что со мной происходит? Как я реагирую на те вещи, которые не устраивают? И вот это сложно. В этом случае действительно нам порой помогают наши близкие, наши друзья, которым мы доверяем. Наши духовные наставники могут помочь взять и дать взгляд со стороны. Поэтому не пренебрегайте, когда вы слышите, может быть, даже не от одного человека, а от нескольких человек, какое-то важное замечание. Обратите на это внимание, как вы изменились, как ваши отношения, способствуют они тому, чтобы вы становились с лучшими качествами, которые вы сами хотите достичь в своей жизни. Так что обязательно вот эта объективность, она должна присутствовать. И следующее, после того, как вы сделаете такую оценку, я думаю, очень важно, может быть, даже совместно принять решение. А давай мы вместе посмотрим, ты оценишь, я буду оценивать, а потом мы отдельно прямо возьмем и поговорим, что действительно может быть превалирует в наших отношениях. Может быть, мы вообще упускаем духовную сферу? Может быть, мы больше делаем акцент на эмоции? Может быть, мы больше о физиологии даже думаем сейчас и сражаемся с этим? И поговорить откровенно. А на чем бы мы хотели бы больше внимания? Может быть, даже для себя такой небольшой тест на какое-то время установить, там, неделя-две, когда мы будем делать какие-то для себя пометки, ну, где-то в конце дня возвращаясь, взять и ставить какие-то точечки в каждую из этих сфер, чтобы потом дать такой себе отчет. А вот наше общение, вокруг чего оно складывалось? Что нас соединяет? Как много у нас общих интересов? И вот, делая такую работу, я думаю, мы сможем потом задуматься над следующим вопросом. А что бы я хотел изменить? И действительно, будет очень приятно увидеть, когда пары совместно, они видят и принимают решение какое-то очень важное для них. Что да, например, нам надо больше уделить внимание вот нашему духовному состоянию. Я, как Божий служитель, только поощрить это могу, потому что считаю это самым важным основанием для серьезных таких отношений. Потому что вот увидеть, насколько человек готов подчиниться истине, насколько для него ценно то, что говорит и открывает Слово Божье для нас в отношении семейных отношений, в отношении настоящей любви. Вот, я думаю, что эта работа, и уверен, что она поможет действительно созидать взаимоотношения, делать их крепкими. И, может быть, даже это вызов определенный, потому что, находясь в взаимоотношениях, не всегда легко сделать, знаете, так, шаг в сторону и посмотреть и оценить объективно. Но, я уверен, что с Божьей помощью можно, можно найти советы, помощь других, можно откровенно поговорить со своим избранником, избранницей. И, думаю, и хочется даже пожелать, чтобы такой разговор он был, чтобы он был очень откровенным. Потому что, если вы по-настоящему любите человека и желаете лучшего в ваших взаимоотношениях, то, я думаю, первый же мотив должен заключаться в том, что мы друг другу желаем счастья. Мы друг другу желаем того, чтобы взаимоотношения были зрелыми, крепкими, открытыми, доверительными. И мы готовы работать над этим. Поэтому, сегодня, поговорив вот об этих критериях, я думаю, что вы уже вооружились ими и можете действительно подумать о том, в какой момент вы сделаете вот такую оценку в ваших взаимоотношениях. И пусть Господь благословит вас, чтобы действительно ваши взаимоотношения после подобной оценки могли становиться все лучше и лучше. Да благословит вас Господь! Мы продолжаем обсуждать тему «Как оценить взаимоотношения». И у нас сегодня в студии гостья Татьяна Шлитгауэр. Она служитель церкви XXI века. Татьяна Шлитгауэр, служитель церкви XXI века, лидер домашней группы, воспитывает троих детей. Одним из таких признаков тоже благословения в отношениях является родительское благословение, родительское расположение. То есть если родители обоих участников этих отношений, что они благословляют, им нравится выбор. И неважно это, причем бывает, что абсолютно негативно настроенные родители. Но когда в жизни ребенка происходит хорошее какое-то соединение с другим человеком, то настроение этих родителей меняется, и они благословляют. Вот. Мы сейчас, даже когда это верующие, неверующие, верующие избранники, родители неверующие всегда были против церкви, против Бога, там, не знаю, против всего, вдруг они видят девушку, да, которую там молодой человек избрал. И они, и у родителей есть чувство, да, есть интуиция, и мама особенно, да, они чувствуют. И поэтому вот эта вот интуиция, она как бы подсказывает. И опять же, когда даже бывает, что люди хорошо соединяются друг с другом, все вроде бы от Бога, да, все благословенно, но родители категорически против, я не советую жениться до тех пор, пока родители не будут за, пока они не благословят. То есть, потому что не будет в этом благословения, то есть, все-таки молиться нужно и искать пути, и прийти к тому взаимопониманию, чтобы родители, это, ну, это вот работает на 100%, это я точно могу сказать. То есть, это одни из признаков таких, да, что благословенные отношения, вот. И также духовная жизнь человека, то есть, его отношения с людьми, они начинают все просто расцветать, все меняться, все налаживаться. И вот это вот один из таких вот главных признаков для меня, да, ну, я думаю, для многих от Бога отношения, или вообще благословенные они или нет, да. Да, правильно, насколько я слышу, речь о плодах, да, вот оценить плоды, которые есть вот от этих отношений. Спасибо вам большое, Татьяна, очень, очень даже проникновенно, очень проницательно так смотрите в глубину отношений, действительно важны плоды. Поэтому не забывайте посмотреть со стороны, то есть, а что говорят другие, что говорят родители, что вы чувствуете, как вы переживаете, есть ли этот подъем, есть ли этот заряд, это хорошее свидетельство, доброе. И пусть Господь благословит ваши отношения, чтобы вы действительно именно такое и находили в них. Вопрос такой, какие должны быть мотивы для вступления в брак? Знаете, даже в добрачном консультировании на одном из уроков мы спрашиваем, пожалуйста, напишите ваш ответ, а вот почему вы хотите жениться? И, наверное, первое, на что мы обращаем внимание, это насколько человек готов искренне, открыто рассказать о своих причинах. Я бы не спешил с тем, что, знаете, кто-то взял и поделился и сказал, да мне просто хочется, чтобы у меня дети появились. И кто-то может это, ну, в какой-то мере высмеять и сказать, и что, и ты ради этого вот только и женишься там. Или кто-то напишет, ну, вот я бы хотел, чтобы у меня всегда кто-то накормил, позаботился обо мне. Я думаю, что когда человек делает такую очень честную самооценку, почему он хочет жениться, то это очень важный опыт, он дает ему возможность вообще-то оценить, ради чего действительно. И я знаю, на мой взгляд, вот из практики, иногда бывают очень смешанные чувства. С одной стороны, мы понимаем, что есть возвышенные причины, когда можно сказать, что я хочу исполнить Божью волю, я хочу действительно вот его замысел исполнить, именно поэтому я хочу жениться, верю, что Бог меня призывает. Но очень не хочешь, чтобы за вот этими громкими, ну, я бы сказал, пафосными даже где-то изречениями, но были какие-то другие вещи, что это было бы просто, ну, так скажем, для прикрытия. Вот она вот так. Лучше пусть это будет открыто, пусть это будет взвешено еще раз. Потому что на самом деле действительно есть какие-то вещи естественные, банальные, которые побуждают нас к тому, чтобы мы искали вторую половинку. И лучше этого не отрицать. Лучше действительно говорить откровенно. И я думаю, тогда это будет правильно оценено. Поэтому вот вопрос, в котором звучит, что какие должны быть мотивы, он немного странен. Но вот что должно быть на уровне желания, я думаю, что желание осчастливить другого человека, желание что-то привнести ценное в жизнь другого, желание, ну, вот, созидать любовь в себе, дарить ту любовь, которая есть. И, ну, даже продолжение рода, да, иметь детей, воспитывать, заботиться о них. Я думаю, если это присутствует как желание, это тоже нельзя не учитывать. И об этом можно открыто говорить. Это естественно, это понятное желание. Поэтому нельзя здесь дать очень такой четкий, твердый ответ, что вот так должно быть, это является правильной причиной и единственной причиной, почему тогда мы теперь вот можем жениться. Да нет, причины могут быть разные. Другое дело, что после того, как вы написали некоторые причины, вы сами почувствуете, насколько она может быть эгоистичной, так скажем, очень личностной, да, и где вот именно в вашей есть какая-то корысть. Но, опять же, даже взвесив это, я думаю, помолитесь, просто откройтесь, пусть это будет сферой такой открытой для того, чтобы Божий Дух действовал и подсказал, а вот как же правильно, где вот правильные должны быть мотивы. И я думаю, что если вы именно с Господом проходите этот особый этап, когда вы строите взаимоотношения, выстраиваете, я думаю, что он обязательно положит правильную мотивацию, правильное желание для того, чтобы созидать семью. Потому что человек Божий, я верю, что он действительно имеет такую Божию перспективу на семью. И это будет прочным, надежным основанием, когда мы выстраиваем ее на истине Божьей. Поэтому откройтесь, я бы призвал сначала, напишите все, что есть там изнутри, а потом позвольте Господу вам, ну, изменить, может быть, какие-то приоритеты и показать вам истинную причину, ради чего вы вступаете в брак. Потому что когда вы будете давать обеты друг другу, вы будете действительно брать на себя обязательства. Вы будете говорить о более высоких причинах и обязательствах, которые вы будете иметь по отношению к другому человеку. И это серьезно, и это навсегда. Так что открывайте в свое сердце вот эти желания, почему. И пусть Господь действительно будет работать над этим. Да благословит вас Господь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова